Обычно мы используем сопоставление с образцом в левой части определения функции, слева от знака равенства. Мы перечисляем образцы, которые допустимы для данного типа данных, и, соответственно, пишем несколько различных уравнений. Однако иногда возникает необходимость выполнить сопоставление с образцом в другом месте, в правой части, где-то внутри тела выражения. Когда это может возникнуть? Ну, например, у нас применяется некоторая функция к некоторому аргументу, возвращается некоторое значение, которое имеет несколько возможных конструкторов. И нам хочется в зависимости от типа этого конструктора получить разное поведение. Обычные синтакси сопоставления с образцом не подходят для этого. Давайте посмотрим, как это можно сделать в Haskell с помощью специальной конструкции, которая зовется CaseOff. Перед нами пример, с которым вы уже сталкивались в рамках выполнения задач. Тип данных LogLevel, то есть задающий разные уровни логирования. И вы реализовали функцию KMP, которая сравнивает разные уровни логирования, возвращая нам системный тип данных Ordering, который содержит значение меньше, больше или равно. Предположим, мы хотим определить функцию, которая возвращает нам boolevo значение. Мы туда передаем уровень логирования, а функция проверяет, если это значение меньше, чем значение error, менее опасная ошибка, чем error, то мы возвращаем истину. В противном случае мы хотим возвратить ложь. Мы можем это сделать с помощью определенной вами функции KMP. В результате сравнения нашего левела, уровня ошибки, переданной в качестве аргумента, с error, мы получаем разные возможные значения. Конструкция кейзов как раз позволяет осуществить сопоставление с образцом. После ключевого слова case мы передаем некоторое выражение, значение которого является представителем как раз типа данных Ordering. Этот тип данных Ordering содержит три возможных значения, это перечисление с тремя значениями. И единственное значение, которое нас устраивает, это значение LT. Синдексис такой. Здесь у нас есть выражение. Дальше после ключевого слова OFF у нас идет перечисление существующих в выражении, значение которого нас интересует. Перечисляются возможные образцы. Их может быть два, может быть больше. Ну в данном случае образцов больше, но нас интересует только два. Если LT, то есть если уровень меньше, чем error, мы возвращаем TRUE. В противном случае мы возвращаем значение FALSE. Здесь мы используем синтаксис с отступом. И в этом выражении CASE OFF отступы, конечно, должны быть равны. Но мы можем использовать и синтаксис с фигурными скобками и перечислением соответствующих конструкций через точку с запятой. Обратите внимание на синтаксис. Здесь используется стрелочка. То есть внутри выражение OFF, а после образца следует стрелка, а после этого идет выражение, которое при удачном сопоставлении с этим образцом является значением всего нашего выражения CASE OFF. Естественно, что справа от этой стрелки должны стоять выражения одного и того же типа. Конструкция CASE OFF используется в Haskell довольно редко, потому что она нужна лишь для того, чтобы осуществлять сопоставление с образцом в правой части. Это не очень часто встречающаяся задачка. Обычное сопоставление с образцом намного удобнее визуально и требует меньшего кодирования. Тем не менее, сопоставление с образцом с помощью конструкции CASE OFF является более фундаментальной вещью. На самом деле, при трансляции Haskellевского файла в так называемый Core, то есть при первичной обработке файла исходного кода компилятором языка Haskell, все сопоставления с образцом на самом деле транслируются в конструкцию CASE OFF. То есть конструкция CASE сопоставления с образцом обычная, функциональная, представляет собой не что иное, как синтаксический сахар над этой конструкцией.